Присаживай. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. У нас сегодня очень серьезная, очень важная тема. То, о чем мы сегодня будем рассуждать. Итак, сегодня мы подошли к восьмой главе Иисуса Навина. Ее можно назвать попытка номер два. И сегодня тема моей проповеди мы будем говорить о победе в жизненной битве или условия успешной победы. Итак, друзья мои, мы сегодня будем читать много текстов. Некоторые тексты мы будем читать несколько раз. То есть мы будем возвращаться к ним. И если возможно, друзья, вы видите Иисуса Навина, восьмая глава, первый и второй стих. Мы прочитаем, если это возможно. О, спасибо большое. Я хочу спросить, кто уже прочитал восьмую главу? Кто готов пришел сегодня на служение? Поднимите, пожалуйста, руки. Слава Богу, есть такие. Итак, я скажу сразу, мы не будем сегодня вдаваться в тонкости, как Бог научил Израиль одержать победу. Вы это прочитаете дома. Это очень интересно, как Бог сказал Иисусу Навину, что нужно сделать, как разделить народ на три части, где стать, где остановиться, где засесть, куда пойти, куда вернуться, что воздвигнуть. И пока Иисус Навин держал копье, была победа одержана. Я хочу сказать, это была колоссальная успешная победа. Если в предыдущем, в предыдущей главе, в седьмой, сначала убили 36 человек, Иисус Навин расстроился, потом догнали еще несколько тысяч, они послали туда две или три тысячи приблизительно, и их разбили, это было поражение. Но в этой главе вы почитаете, как Бог учит израильский народ одерживать победу. Итак, друзья мои, восьмая глава, первый стих. Я буду читать быстро. Пожалуйста, следите и слушайте. Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне. И встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем тоже, что ты сделал с Ерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделайте засаду позади города. Извините. Начинается аллергия, и у меня уже начинает крепеть голос. Так что принимайте меня такого, какой есть. Итак, я хочу спросить вас. У нас будет наша проповедь немножко интерактивная. Некоторые вопросы я буду задавать, и я бы хотел слышать ответы на эти вопросы. Итак, я хочу, чтобы сейчас подняли руки те, кто любит побеждать. Даже есть такие, что две. Очень сильно любит побеждать. Хорошо. Те, кто поднял руки, скажите, какие чувства вы переживаете, когда вы одерживаете победу или когда вы победитель? Радость. Еще. Удовлетворение. Бывает гордость. Спасибо, Леонид. Очень хорошо. Я теперь хочу задать вопрос. Какие чувства? Я думаю, что у каждого в жизни были поражения. Какие чувства наполняют вас, когда вы терпите поражение? Уныние. Иногда слезы, плач, стон. Недавно мы изучали послание к Евсянам, 6 глава. И мы там... Подскажите, о чем мы там учили? Что нужно взять на себя? Что нужно одеть? Все оружие Божие. И эта глава говорит нам о том, что жизнь крестьянина – это что? Это война. Это битва. Это не просто чилать на пляже со стаканчиком сока, греться на солнышке. Жизнь крестьянина – это сражение. Это постоянная борьба. Вы знаете, сегодня некоторые церкви взяли в моду привлекать верующих разными развлечениями, геймами, разными шоу. Друзья мои, жизнь современного христианина, как и христианина 2000 лет назад – это борьба. Это не шоу. Это не развлечение. Это не какой-то аттракцион. Это битва. Это борьба. И Слово Божие нам об этом говорит. Я теперь хочу спросить, кто такие враги христианина? Давайте попробуем перечислить. Первое, что приходит на ум – плоть. Плоть – это враг христианина. Почему? Потому что она противится духу. Какие еще враги у христианина есть? Давайте мы эти слова объединим в одно слово, которое, Библия говорит, называется грех. Грех – это враг христианина? Это враг. Еще какие враги христианина есть? Библия говорит – не любите мира. Если Бог говорит что-то не любить, значит, это что? Это враг. Враг христианина – это мир, это все мирское. И еще Библия упоминает о том, что наша брань против чего? Проки всяких духов злобы поднебесной. Еще у Матвея, 10 главе, 36, той стих, говорится, а то упоминается, что враги человеку. Мы об этом сегодня не будем говорить. Мы не будем воевать с нашими домашними. Мы будем сегодня изучать, как мы будем побеждать эти... и мы будем говорить. Слышно? Хорошо. Итак, в Откровении 7 раз упоминается о побеждающем. И априори характеристика христианина как побеждающий. И почему это так важно? Только побеждающий христианин получит награду и получит успех, получит победу. Итак, друзья мои, существует три условия победы в жизни христианина. Три условия успешной битвы и успешной победы. Итак, в своей проповеди я хочу, мы пройдемся и рассмотрим три этих условия. И первое условие это не бояться и не ужасаться. Мы опять прочитаем этот текст Иисуса Навина, 8 глава, 1 стих. Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, и город его, и землю его. Условия, которые необходимы для победы, для победы христианина, это не бояться и не ужасаться. Обстоятельства, в которых Бог дает это повеление Иисусу Навину. Мы помним, что было перед этим. И почему Иисус Навин боялся? Почему он боялся второй раз идти на этот город? Потому что были какие-то обстоятельства, которые дали намек Иисусу Навину, что не все так просто. Я хочу прочитать первое обетование, которое Бог дал Израилю. Это Второзаконие, 1 глава, 21 стих. Высветите, пожалуйста, это очень важный текст. Второзаконие, 1 глава, 21 стих. Спасибо, Алекс. Итак, вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми его владение, как говорил тебе Господь Бог отца у твоих, не бойся и не ужасайся. Я хочу спросить, вы заметили что-то интересное в этом тексте? Здесь обетование, которое Бог дает израильскому народу, и Он говорит одно из условий. Он говорит, я, Бог отдает тебе землю. У тебя одно чувство должно быть, или каких-то чувств не должно быть. Не должно быть страха и боязни. Иисус новин, когда произошло поражение в 7 главе, Он думал, что произошла та же история, которая произошла в 1 главе Второзакония. Когда Израиль ослушался Бога, не поверил Божьим словам, не доверился Богу, и тогда Бог дал одну клятву. Кто помнит Торозаконие 1 главу? Бог поклялся, что никто, кто вышел из земли египетской, что? Не войдет в землю обетованную. Только два человека, их имена, Иисус Навин, о котором мы сегодня читаем, и Халева. Эти два человека удостоились. Почему эти два человека удостоились? Потому что их поведение было другое. Но пришло время, и сейчас Иисус Навин себя ведет так же. И он огорчился, он упал, и целый день лежал перед жертвенником. Второзаконие 1 глава, 29 и 30 стих. И сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас. Иисус Навин понимал, что когда Господь сказал это, и все победы, которые они одержали в пустыне, это победы не были приписаны израильскому народу. Мы понимаем, когда Израиль выходил из земли египетской, это не были воины. Это были строители, это были рабочие фабрики, которые делали что? Кирпич. Это не были люди, способные к войне, или к искусству войны, или хорошо владеть луком, или мечом, или еще чем-то, каким-то оружием. Это были люди, которые вышли в пустыню, им нужно было очень много воевать. И они понимали, Господь дал обетование, что я иду переди вас, и я буду сражаться за вас. И я буду за вас воевать. Вы представляете, такое услышать, когда выходит израильский народ, и Бог является, говорит, что я буду вашим полководцем, я буду сражаться за вас. И здесь было обетование для всего народа израильского. Но еще мы читаем в Таразаконе 31 глава, еще раз встречается это словосочетание, не бойся и не ужасайся. Итак, в Таразаконе 31 глава, 7-8 стих. «И призвал Моисея Иисуса перед очами всех израильтян и сказал ему, представьте себе, стоит многомиллионный народ, слушают, смотрят. Выходит Моисей, вызывает к себе Иисуса Навина, и что-то происходит. И говорит ему, будь тверд и мужествен, ибо ты его найдешь с народом с ним в землю, который Господь клялся отцам вашим дать ему. И ты разделишь его на уделы ему». Народ это слушает. Это были очень ободряющие слова для всего народа. Я понимаю, что чувствовал Иисус Навин. Наверное, он стоял, у него руки трусились и коленки трусились. Потому что это возлагается очень большая ответственность. Ввести этот народ через Иордан, завоевать землю, разделить землю, этот народ получит каждый по уделу. Кроме одного колена, помните, да? И 8 стих, я хочу, чтобы очень обратили внимание на этот стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Я еще раз прочитаю эти слова. «Господь сам пойдет пред тобою». «Вот когда ты будешь идти, перед тобой уже кто-то прошел, это Господь. Сам будет с тобою, вместе с тобою в твоем стане, не отступит тебя и не оставит тебя. Только что?» Только не бойся и не ужасайся. Было ли чего бояться в пустыне? Было семь народов, больших народов, которых нужно было победить. Причина, по которой Иисус Навин упал перед ковчегом после поражения в Гае, Иисус Навин думал, что Господь оставил его. Когда Господь дает обетование, что я не оставлю, я не отступлю, я буду среди тебя и я буду сражаться за тебя. И тут вдруг Иисусу Навину приходит мысль. Наверное, Господь не сдержал обещания. Ну а что можно подумать? Господь же говорил, что я буду сражаться и вдруг поражение. Первое, это обетование, что Господь не отступит, не оставит, было дано израильскому народу. И Бог исполнил это обетование. Это был завет. Это был договор. Это был заключен завет, контракт между Богом и между Израилем. Но не Бог нарушил этот завет. А кто? А Израиль. Конкретно это была одна семья. Конкретно это был один человек. И имя ему мы слышали на прошлой неделе. Иисус Навин говорит, вернее, Господь сказал Иисусу Навину, это 7 глава, 10-11 стих. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. И приступили они завет мой, который я завещал вам. Когда Господь обращается к лидеру, новому лидеру Израиля, Иисусу Навину, и он объясняет, слушай, ты во мне засомневался, но я тебе открою секрет. Я все остаюсь уверен. Но было одно условие. Вы слушаете, что я вам говорю и верите этому. И я иду с вами и сражаюсь за вас. Когда вы приступили мой завет, вы одержали поражение. Итак, друзья мои, первое условие, чтобы одержать победу, это быть верующим. Иисус Навин упал на свое лицо перед ковчегом и плакал. Я думаю, он плакал и стонал. Потому что в нем угасла вера, что Господь верен своим обещаниям. Когда Господь дает свои обеты, когда Господь заключает с тобой завет, и у тебя что-то не получается, не ищи причину в ком. Не ищи причину в Господе. Начинай смотреть в себя, где получилось так, что ты нарушил завет. Где получилось так, что ты переступил слово, которое Господь дал тебе. Почему у тебя угасла вера в то, что Господь остается верен своим обещаниям? Итак, первое условие, это быть верующим. Это верить словам Бога, что Бог остается верным своим обетованиям. Верить, что Бог с нами всегда и побеждает врагов наших. И второе условие, друзья мои, это быть твердым и мужественным. Когда Господь говорит Иисусу Навину, не страшись и не ужасайся, мы очень часто встречаем эти словосочетания еще с другими словами. Это быть твердым и мужественным. Итак, в Таразаконе мы обращаемся опять к этому тексту, 31 глава, 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред всеми, очами всех израильтян сказал ему, быть твердым и мужественным». Моисей учит нового лидера и говорит ему, смотри, на тебя смотрит весь народ, посмотри сюда. Вот ты стоишь здесь на возвышенности, много миллионов израильского народа. И они смотрят на тебя. Они будут постоянно смотреть на тебя. И когда они будут идти в атаку, они будут смотреть, как ты себя ведешь, как ты идешь в атаку, как ты держишь меч, как ты кричишь. Каким нужно быть твердым и мужественным. Дальше Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественным, не страшись и не ужасайся». Опять эти слова. «Не страшись и не ужасайся» в одном предложении со словами «быть твердым и мужественным». Итак, друзья мои, бояться и ужасаться и быть твердым и мужественным – это одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Бог говорит не бояться и не ужасаться, но наоборот. Вот. Каким быть? Быть твердым и мужественным – это второе условие для успешной победы в жизненной битве. Здесь уже не Моисей говорит, а сам Бог повелевает Иисусу Навину. Это повеление звучит в хорошем смысле слова так. Взять себя в руки или совладать с собой, или отвечать за свои слова. В народе говорят «быть крепким орешком». Еще говорят «пацан сказал, пацан сделал» или «мужик сказал, мужик сделал». Так говорят народе. Друзья мои, для того, чтобы я применил эти слова, чтобы мы поняли, чего хотел Господь от Иисуса Навина. Какого поведения, каких чувств, чтобы этот человек был решительный, чтобы этот человек был твердый. И первое, о чем я хотел бы сказать, что такое, в чем быть твердым? Твердым в непорочности. Быть твердым или настойчивым в жизни человека означает не отступать от ранее принятого решения. Человек может принять какое-то решение, дать обещание или произнести клятву, и что? И твердо держаться этого решения. Зачастую очень нелегко выполнять данное обещание или клятву. И я бы хотел привести пример твердости человека в Библии. «И сказал Господь, статяне, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе тверд в непорочности свои». О, друзья мои, какое великое, драгоценное приобретение было у этого человека. Быть твердым в чем? В непорочности, чтобы не грешить. Мы понимаем, что наш враг – это грех, это плоть, это мир. Но этот человек – пример в Библии твердости в борьбе с этими врагами. Тверд в непорочности. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности, что сделай? Похвали Бога и умри». Хороший выход из ситуации нашла жена, да? «Ты еще тверд в своей непорочности? Согреши!» И все решится. Можно сказать, что твердый человек имеет определенные принципы и строго их придерживается. В первой главе Бог три раза дал повеление Иисусу Навину быть твердым. И в первой главе Иисуса Навина. Это шестой стих, седьмой стих и девятый стих. Бог три раза обращается к Иисусу и говорит, «Я тебе говорю трижды». «Быть твердым и мужественным». Быть мужественным в сражении. Мужество. Что такое мужество, друзья? Итак, интернет дает нам такие определения. Мужество из слова-синоним этого. Смелость, храбрость, решимость, бесстрашие, бесстрашность и доблесть. Это как раз качество, которое Бог ожидал от нового лидера. И Господь говорит Иисус Навину, «Моисей, раб мой, умер. Теперь ты будешь вести этот народ. Я хочу, чтобы ты был смелый, чтобы ты был храбрый, чтобы ты был решительный, бесстрашный и доблестный». Какие же слова-антонимы или противоположности слова «мужество»? Это боязливость, нерешительность, малодушие, трусость. Друзья мои, эти слова нельзя ставить в одно предложение со словом «христианин» или «ученик Иисуса Христа». Вы понимаете, о чем я? Эти слова неприличны христианину, который ведет сражение с четырьмя врагами. Что ожидал Иисуса Навина, когда он должен был перейти Иордан? Я думаю, они не ожидали, что они подходят к городу. У ворот города стоят старейшины. Извините, я забыл, что мне нужно держаться микрофоном. У ворот города стоят старейшины, хлеб, соль на Рушникове. И встречают. Такое ожидал израильский народ? Нет. Их ожидали битвы и баталии. Я хочу сейчас, чтобы мы подумали над одной очень интересной вещью. Была ли острая необходимость в том, чтобы истреблять народы, которые проживали в земле обетованной? Я прочитаю в Таразаконе 7 глава с 1 по 4 стих. «Когда ведет тебя Господь твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее и сгонит от лица твоих многочисленных народов? Хитеев, Гергесеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Семь народов». Это большие народы. Там еще было очень много маленьких. «Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию. И первое. Не вступай с ними в союз и не щади их. Не вступай с ними в родство. Дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на возне в Господа, и он скоро истребит тебя». Бог дает заповедь. «Не иметь ничего общего с народами, в которые ты идешь, с народами в земле, в которую ты идешь». И Бог говорит, что не нужно делать, и что нужно делать. Вам не нужно вступать в родство, вам не нужно не иметь никаких отношений с этими людьми. Почему? Потому что они научат тебя отступать от Господа. Потому что жители этой земли отвратят Израиль от живого Бога. То есть это была одна из основных причин. Еще второзаконие, 20 глава, 16-18 стих. «А в городах сих народов, которые Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, Хитеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев, Евусеев. Так повелел Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие делали для Богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим». На протяжении 460 лет Господь давал возможность или шанс этим народам обратиться или покаяться в своих грехах, покаяться всех мерзостей, которые он делал. Когда вы читаете Библию, вы можете очень четко найти, какие мерзости или какие вещи, которые неприятны Богу, были в этой земле. Кто-то сейчас начал думать, почему 460 лет? 400 лет Израиля в Египте, да, добавляем еще 20 лет, когда Иосиф был, еще 40 лет странствования, и складываем у нас получается 460 лет. Итак, друзья мои, у Бога была особая причина для того, чтобы эти народы наказать. Поэтому в контексте Библии мы не рассматриваем истребление этих народов как геноцид или жестокость, а рассматриваем как наказание этим народам за то, что они отступали от Бога и за то, что они не слушались Бога. И Бог давал очень много времени для этих людей на покаяние. И уничтожение этих народов, и как раз Бог использовал Израиль для того, чтобы наказать эти народы, это возмездие за грех и идолопоклонство, и еще для того, чтобы эти народы не научили Израиль отступать от Господа. То есть эта победа была важна не так для Израиля, чтобы завладеть землей, как для Бога, чтобы произвести свой суд над этими народами за то, что они творили мерзости и идолопоклонства и грешили. Чтобы вести за собой народ на битву, Иисусу нужно было быть отважным и мужественным, а не мягкотелой, мямлей, так говорят в народе. Он должен быть решительным. И когда мы читаем первую главу Иисуса Навина, там Бог говорит три раза быть твердым и мужественным. Когда мы зачитываем эту главу до конца, там уже сам народ стоит перед Иисусом и говорит, слушай, мы будем на тебя смотреть. У тебя есть одно задание быть каким? Твердым и мужественным не страшиться и не ужасаться. Почитайте, это очень интересная глава. Как применить то, что мы узнали сегодня к нашей жизни? Как побеждать врагов христианина? Грех, плоть, мир и мирские соблазны и духов злобы поднебесной, которые на служении у дьявола. Во-первых, Бог учит, что никогда нельзя идти с этим на компромисс. Ни с грехом, ни своей плотью, ни с миром, а тем более с бесами. Никакого компромисса, никакого договорника. Это второе условие, чтобы одержать успешную победу. Итак, друзья мои, третье условие, и мы будем заканчивать. Условие, это пребывать в слове. Первое условие, это не бояться. Это внутреннее состояние человека. Второе условие, это повеление Бога быть твердым и мужественным. То есть быть в твердом своих решениях. Это стоять твердым в непорочности. Это быть мужественным, чтобы побеждать врага. Но еще одна вещь. Из Писания мы видим, что первых двух условий было недостаточно, чтобы одержать победу над Гаем. Когда мы читали седьмую главу Иисуса Навина, была отвага, никто не боялся. И пришли люди, говорят, Иисус, там не нужно, чтобы все шли на войну. Достаточно двух-трех человек, мы победим их. Никто не боялся. Было отвага и было мужество. Но этого недостаточно было, чтобы одержать победу. Иисус Навин, седьмая глава, 10-11, мы опять прочитаем этот стих, этот текст. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты, Пан, на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой. Завет Господа был четко прописан в Писании, в законе Моисея. То есть, завет исходил от Бога. Господь говорит, если вы будете ходить путями Моими, и что исполнять? И Мои заповеди, то Я буду вашим Богом, вы будете Моим народом, и Я буду сражаться за вас. Но тут произошло одно такое недоразумение. Вместо того, чтобы послушать Бога, они решили сами сделать. Здесь Бог давал еще одно предупреждение. В город, в который вы войдете, вы сделаете заклятием все. Из этого города ничего нельзя было брать. Это слова Бога. Вы помните, да, об этом? И один человек, благодаря одному человеку, которому понравилась вавилонская одежда, если так золото, да, он захотел это. Неужели было трудно послушать Бога? Пожалуйста, второй город Гай и Вифиль. Берите все, что хотите. Но в этом городе послушайтесь Бога. Итак, друзья мои, не было соблюдено одно из важных условий для успешной победы над другом. В первой главе, помимо быть твердым и мужественным, и не бояться, Бог дает Иисусу еще два повеления, очень важных повеления. Вообще, первая глава, это как программа для успешной победы Иисуса Навина во всех остальных главах. И когда Иисус Навин соблюдал эту программу, прочитайте 11 главу, это глава победы. Итак, друзья мои, книга Иисуса Навина, первая глава, седьмой и восьмой стих. Только будь тверд и мужественным, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Итак, друзья, что мы видим здесь? Какое первое повеление? Хранить и что? И исполнять. Тщательно храни и исполняй закон. И второе повеление. Да не отходит себе книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь каким? Тогда будешь успешной во всех путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Итак, друзья мои, два условия, которых необходимо для победы, это тщательно хранить и исполнять весь закон. И второе условие, это поучаться в нем день и ночь. То есть, чем больше ты будешь пребывать в Слове Божьем, тем больше у тебя будет успешная победа. Два повеления, чтобы держать победу и поступать благоразумно. Это хранить закон, придерживаться закона, исполнять его и поучаться в нем, чтобы хорошо его знать. Хранить и исполнять Слово. Это еще одно из условий, из трех условий, которые Бог дает для того, чтобы христианин мог одержать победу. Почему это так важно, чтобы, почему нужно пребывать в Слове, чтобы одержать победу над врагами, которые преследуют христианина в каждодневной жизни? Только Бог Словом Своим может научить, как одержать победу. Когда мы читаем восьмую главу, проведите домой, прочитайте ее, восьмую главу книги Иисуса Навина. Первое, как Бог научил Иисуса Навина, как нужно легко одержать победу. И мы там даже не видим, чтобы хотя бы один израильтянин пострадал, чтобы хотя бы ранен был. Все остались целы. Они слушали Бога, Бог научил, и они сделали в точности так, как Бог научил их. И второе, Бог не дает победу тем, кто его не слушает. Первое, нужно учиться у Бога и слушать, что Он говорит. Но если ты не хочешь, ты победы не получишь. Пример седьмой и восьмой главы. Люди в седьмой главе решили сами повоевать. Мы, ну как, мы уже один город, смотри, что мы сделали. Что нам здесь город Гай? И они решили без Бога. Пожалуйста. И люди осознали свою ошибку. Тогда Бог говорит, слушайте, встань, не бойся, не ужасайся. И слушай, что я тебе говорю, я отдаю этот город. Я отдаю тебе его царя, я отдаю тебе его жителей, и я тебе отдаю его землю. И ты одержишь победу. Сделай вот так, вот так, вот так, вот так. Иисус Навин в точности сделал. Я хочу сейчас обратить ваше внимание еще на один текст. У нас еще есть немножко времени. И я хочу, это очень важно. Вы сейчас узнаете, почему это так важно. Итак, друзья мои, если можно, выведите, пожалуйста, текст. Исход 23 глава. С 20 по 22 стих. Когда Израиль шел по пустыне, Бог имел общение с Моисеем. И Бог говорит такие слова. Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай глаза его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. Ангел не простит греха вашего. Ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его, исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником твоих. О чем идет речь, друзья мои? Бог обращается к Моисею и говорит. Я посылаю перед тобой ангела хранить на тебя. Хранить тебя на пути. Смотри. Блюди себя перед лицем его. Что это за ангел такой важный? Что это за такая важная персона? Слушай глаза его. Обычно к людям обращался Гавриил, да, когда Гавриил что-то приносил весть. Но Бог здесь говорит намного больше, что его имя не Гавриил. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. Представляете? Этот ангел имеет еще одно качество. Он может что делать? Прощать грех. Вы понимаете, к чему я веду? Ибо имя мое на нем, как Бог представился Моисею в пустыне. Скажи Израилю, что я тот, кто есть. Скажи им, я Яхве. А здесь Господь говорит, вот ангела посылают, слушайся его. И он может иметь свойство прощать грехи, потому что его имя какое? Спасибо, брат. Его имя Ягова, его имя Иисус. Если ты будешь слушать глаза его, исполнять все, что скажу перед, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Представляете? В еврейском языке слово ангел не представляется, как некое аноморфное существо с крыльями, обладающие свойством принимать человеческий образ или форму. В еврейском языке слово малек, или в греческое слово ангелос, имеет значение посланник. И когда мы читаем, вот я посылаю ангела, Господь говорит, я посылаю перед тобой посланника. Его имя Иисус. Вы представляете, кто был постоянно в пустыне с израильским народом? Кто сражался за израильский народ? И когда было обетование о рождении Иисуса, и нарекут Ему какое имя? Эммануил. Что в переводе означает? Бог с нами. Друзья мои, Бог был с ними. Это был Иисус Христос. Кто был тот посланник, которого посылает Бог израильскому народу, чтобы вести его, прозрачать слово, которое он имел? И имя, которое он имел, Иегова. Это был Иисус Христос. Итак, быть послушным слову – это третье условие для успешной победы. Первое – это не бояться, а не страшиться. Второе – это быть твердым и мужественным. И третье – это быть послушным слову, чтобы одержать победу. Как и любая проповедь, моя проповедь также христоцентрична. И мы изучаем эти примеры для того, чтобы понимать, чтобы Бог послал своего посланника, Иисуса Христа, Сына, Своего Единородного на землю, который нам принес свое слово, который нам принес спасение, который три года обучал, как побеждать врагов и как получить спасение. Как побеждать грех, как побеждать плоть, как побеждать мир и как побеждать духов злобы поднебесной. Бог послал нам Своего Сына, чтобы нас научить. Итак, в заключении я хочу сказать, что в итоге Иисус Навин поверил Богу и словами ее, и начал верить опять обетованиям. Иисус Навин собрал народ и повел на битву. Он сделал все, как Бог ему обещал в восьмой главе, и он одержал поведу. Я хочу обратить ваше внимание, когда вы будете читать восьмую главу книги Иисуса Навина дома, обязательно прочитайте, вы получите огромное благословение. В конце восьмой главы вы увидите, что сделал Иисус Навин. Он собрал весь народ. Никого не осталось. Даже те, кто прикнул Иисусу Навину в пустыне, и знаете, что он начал делать? Он прочитал закон Божий от первой буквы до последней, и не осталось ничего непрочитанного. Иисус Навин показал, как важно в победе пребывать постоянно в Слове. И не только в победе. Они это сделали после победы. Они отблагодарили Бога, что они пребывали в этом Слове. Итак, если бы израильтяне знали, что переход в землю обетованную займет 40 лет, я думаю, они бы не согласились на это. Если бы в Египте израильтяне знали, сколько им нужно будет воевать и сколько погибнет, они никогда бы не вышли из Египта. Если бы израильтяне в Египте знали, что только 2 человека из всего народа, которые вышли из Египта, пойдут в землю обетованную, как вы думаете, они бы вышли из Египта? Я, например, не вышел Но что было важно знать для израильтян Самое важное, что они знали И самое важное, что Бог ему говорил Господь не говорил, сколько у них будет битв Господь не говорил, сколько будет поражений Господь не говорил, что в 40 лет они будут питаться двума ингредиентами Это манной и перепелами Но Господь сказал, все это время Я буду с вами Друзья мои, если бы Бог нам сейчас открыл Что нас еще ждет в нашей жизни Какие битвы, какие сражения, какие разочарования Я думаю, мы бы пали на лицо, как Иисус Навин и плакали бы Но что бы сказал Иисус Христос? Встань, не бойся, не ужасайся Будь тверд, будь мужествен Почему? Потому что все это время я обещаю быть с тобой От тебя зависит только одно Пребывай в слове Итак, друзья мои Если ты будешь не бояться, не ужасаться Если ты будешь твердым и мужественным Если ты будешь пребывать в слове Тогда будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно Аминь Давайте мы встанем и в молитве восхвалим Господа нашего Дорогой Господи, я благодарен тебе за эти строки Святой книги Библии За эту историю, за эту книгу Иисуса Навина За то, как мы можем одерживать победы Как и в физической, так и в духовной битве Господи, слава тебе Ты такой добрый Господь Ты постоянно верен своим обетованиям Господи, прости нас, людей Что иногда мы не верим тебе И сомневаемся в тебе Что иногда мы боимся и ужасаемся Что ведем себя немужественно Господи, что мы так легкомысленно Иногда относимся к Твоему слову Которое учит нас идти и побеждать Господь, прости нас за это Господи, пускай тебе несется слава Господи, научай нас, как каждый день Быть победителями И в конце получить награду А тебе пускай несется слава Великому Богу, Отцу, Сыну и Сыну и Духу Аминь Аминь